Который не знал, что он хочет, который уже поиграл на всех этих большим проектам вот со всего этого компьютерного GTA-сампа. А в пост о закрытии вот всего этого сервера пишут не то, что он был улучшить античит, там ещё какие-то вот эти, знаете ли... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Тысячу раз я вам всё это рассказывал, но расскажу я вам всё это в тысячу первый раз. Дело в том, что я играю в GTA-самп, но не то чтобы долго, но уже достаточное время, чтобы он мне успел приесться, надо есть. И вообще, чтобы у меня появилась какая-то агрессия ко всему этому. Ведь смотря мои ролики, многие люди говорят типа, ебать ты злой, почему ты такой вот, ну что с тобой не так в самом деле, ты чё? Что, кто тебя обидел-то вообще, что, что за агрессия у тебя вообще такая? И, вы знаете, у меня было много видеороликов про фулл роли-плей, в которых я говорил о том, что, мол, ну фулл роли-плей, ну это уже мёртвая вообще, ну идея. Задумка вообще мёртвая, утопичная, просто невозможная. И вообще, то есть, ну это никогда не будет работать. Разумеется, есть гамбит роли-плей, есть прочие проекты, и на них играют просто какие-то, ну, биороботы. Я просто, потому что по-другому вот как-то описать всех этих людей я не могу. Это просто биороботы, которые на всём этом играют. И чаще всего это либо такие, знаете ли, дети, которые ещё не совсем поняли, что они хотят. Либо вообще какие-то, ну, я не знаю, психи. Вот назовём их просто вот так психи, потому что по-другому это пиздец. Это просто невозможно. Это психи, это психопаты. И вот самое настоящее, которое играет на всём этом фулл роли-плей. Потому что по-другому я просто не знаю. Да, я и сам, наверное, был вот таким вот, знаете, даже не психопатом, а, наверное, ребёнком, который не знал, что он хочет, который уже поиграл на всех этих лайт роли-плей проектах. И решил попробовать, вот знаете ли, для себя что-то новое. Зашёл на гамбит роли-плей, прошёл там УЦП регистрацию с 50-го, с 62-го, с 70-го раза я всё это прошёл. И вот вроде как я зашёл на весь гамбит роли-плей, поиграл, поиграл. Но даже на гамбит роли-плей мне было пиздец, как скучно. Я фармил деньги, я пытался там чё-то отыгрывать, чё-то делать. И кроме того, что меня вот называли все АШО там, да и отправляли на ретест. Там эту историю я рассказывал несколько раз, чё-то я там заодно какое-то неправильное слово меня отправили на ретест. И это вообще, это ужасная хуйня. Блять, я тогда просто охуяю подумал, да пошло оно всё нахуй. Потом гамбит роли-плей как-то там менялся, чё-то у него там другое происходило. Какие-то волнения были, закрывался, опять открывался, открывался уже без ЮЦП. Открывался там ещё как-то, какие-то пародии на гамбит роли-плей были. То есть всё было абсолютно точно непонятно. И вот в 2019, 2018, 2020 году начало зарождаться вот это вот, знаете ли, всё движение мобильных GTA-самповских проектов, которые вроде как должны составить конкуренцию таким большим проектам вот со всего этого компьютерного GTA-сампа. И разумеется, это было вполне ожидаемо. Там начали появляться свои мобильные проекты, свои мобильные сервера, которые вроде как, ну, что-то делали, у которых вроде как что-то появлялось. И вот там появился один единственный фолл-ролеплей проект, на который нужно было, там, знаете, проходить ЮЦП регистрацию. Там как-то придумывать свою вот эту вот всю РП-биографию. Там вот все прочие вот эти вот вещи делать только для того, чтобы туда зайти и как-то более-менее там поиграть. Но в остальном это, конечно же, был, ну, такой, знаете, сыроватенький продукт, сыроватенький проект. И вот на днях этот самый проект, он назывался, насколько я помню, Chicago Story, что-то там, Chicago Roleplay и сам Пандроид. На днях он закрылся. Дело все в том, что, ну, чуваки-таки даже не знали. Вот в комментарии я зашел, там, чуваки даже, чё это, блядь, за нуб РП? Чё это за... Никто вообще не знал, что это такое, чем этот проект знаменит. Почему о нём раньше-то никто не знал? Сколько вообще людей на нём играло? Однако, то есть, разработчики данного проекта в пост о закрытии вот всего этого сервера пишут не то, что он был нахуй никому не нужным. И на нём нахуй никто не играл, потому что лично я услышал о нём в первый раз. Возможно, до этого, когда я, знаете ли, озвучил новости из Самворлда, была рубрика у меня такая, Сампнюс. Возможно, я что-то и говорил про Chicago Story. Но проект был настолько невзрачный, что я даже, ну, не запомнил его. И сейчас, читая весь этот пост, я подумал, что это какой-то, там, знаете, новый проект, новый стартап. Вот это вот всё было. Но нет, это был единственный флор или плей-проект, который существовал уже, как лично я понимаю, достаточно долгое время. И, видимо, за всё это время не смог заинтересовать игроков вообще. Потому что, ну, наверное, какой-нибудь, там, я не знаю, у них ЮЦП-тест был сложный. Или какие-то ещё у них там проблемы были. Но вот они в официальную вот эту свою теорию, гипотезу, в официальную версию пишут, что, мол, мы там закрываемся на доработку. Вот это, знаете, вот модное вот это вот всё слово, мол, мы закрываемся на доработку. Конечно же, там, они что-то доработают, что-то попробуют сделать, там, как-то улучшить античит, там, ещё какие-то вот эти, знаете ли, прочие манипуляции провести. Но по итогу я могу вам с точностью сказать, что они откроются, опять-таки не соберут онлайн, опять-таки не получат должного финансирования, и опять-таки они закроются. Потому что такие проекты в GTA Sampe, они нахуй никому не нужны. И Gambit Roleplay это, скорее, исключение из правил, нежели правило. Потому что, ну, в самом деле, Gambit это просто уже такой ассоциация у всех. То есть, Gambit Roleplay, ага. Full Roleplay проект, жёсткий, ЮЦП регистрация, всё вообще, знаете ли, жёстко. А Chicago Story, ну, о нём просто никто не знал, у него просто не было никакого имени, и, как я понимаю, не было никакой рекламной кампании. И вот он и закрылся. И вот эти проекты, которые закрываются на доработку, на переработку, на всё прочее, они постоянно, вот, прикрываются какими-то разными вещами. Мол, то, что, ну, у нас баги были, у нас вот то было нестабильно, то было ненормально, разработчик, мудак, долбоёб, забухал, там, чё-то не смог ничего сделать, не справился со своими обязанностями. Лидеры тоже, там, знаете, мы кого-то набрали, кого не знаем, набрали, чё-то они тоже ничего не делают. Администраторы, которые у нас забесплатно администрируют, они чё-то тоже особо ничего не сделали. И, в общем-то, ну, вот так вот у нас весь проект и был, да, вот, если вы, ну, мало ли не знали, вот, у нас было, ну, вот, как-то так. А тут уж извините, мы не набрали онлайн, мы ничего не набрали, тут уж извините. А куда деваться? Нам приходится закрываться на доработку, на переработку и на все прочие вещи. Однако, разумеется, будет вот по тому сценарию, который сказал я. И даже когда вот этот вот самый проект запостили в Live Mobile, их даже не отметили. А всё почему? А потому что вот этот вот самый Chicago Story, он не заплатил за отметку. То есть Live Mobile настолько такой, знаете, коррупционный. Ну ладно, не коррупционный, а просто вот такой вот журнал без какой-то возможности человечности, который не может отметить там вот этот вот весь сервер, вот этот вот весь проект, чтобы о нём узнали какие-то новые люди и сделать всё это забесплатно он не может. Поэтому, ну, это в очередной раз подтверждение того, что вот эти вот все журналы, вот эти вот все проекты, у которых вначале есть Live, это полное говно, полная вообще дерьмина, это полное говно, полная вообще санина и никому я с этим связываться не рекомендую. Да и вообще, то есть, ну, ну такое себе. Будем объективно это всё, ну такое себе. Ладно, всё, без этого всё обойдёмся. Однако, ладно, я, кстати, оставлю ссылочку на Chicago Story, Chicago Roleplay, разумеется, они мне за всё это не платили, я даже могу, там, я не знаю, как-нибудь обосрать. Проект Chicago Story полное говно, полная санина для долбоёбов, если вы туда зайдёте, выполнишь их уисос, дебил и вообще, ну, мелкая какая-то карлица. И, разумеется, никому я туда заходить не советую. Поэтому, в общем-то, ну вот всё в ваших руках. Однако, мне жалко их. Мне их, в самом деле, жалко, потому что Live Mobile их запостил, то есть, заработал на этом какие-то просмотры для своего журнала, для своего паблика. Я на этом заработал деньги, а они с этого не заработали ничего, кроме того, что о них узнали какие-то новые люди. Но при этом тоже это всё слабенько. Поэтому, давайте-ка я оставлю ссылочку в описании на весь этот Chicago Story. Вы туда можете перейти. Разумеется, если вы будете на нём играть, то можете отписаться от моего канала. Нахуй, это полное говно для дебилов, но посмотреть, что у них там, вы можете. А я снимал на проекте ArizonaRulePlayFenix, IP, а также мой никнейм DanteConnor, а также мой промокод NoToxic54, а также, ну, ссылочка на мой телеграм-канал. Всё это находится в описании данного видеоролика. Всем спасибо за просмотр и, разумеется, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok